Здравствуйте! Это «Факты в лицах» и я, Наталья Стрелец. 11 марта исполнилось 75 Уральскому добровольческому танковому корпусу. Сегодня наш гость и собеседник Александр Иванович Смирнов, руководитель общественной организации правоприемников Уральского добровольческого танкового корпуса. Александр Иванович, что Вы считаете самое главное и ценное в истории Уральского добровольческого корпуса, что нужно сохранить и помнить во все века? Мне кажется, все. Начало от создания, формирования Уральского добровольческого танкового корпуса и до его продолжения наших времен. Потому что нельзя забыть, как формировался Уральский добровольческий танковый корпус. Он же формировался буквально на добровольческих началах, на сердцах людей, которые вкладывали все, все, свои сбережения. Они даже в колхознике продавали корову для того, чтобы эти деньги вложить в покупку танков. Это ребята, которые школьники, стояли у станков. Дети десадовского возраста, которые собирали крапиву для того, чтобы рабочим сварить какую-то похлебку, чтобы они стояли у станков. Даже вот у меня есть, я смотрел видеоматериал, и я впервые услышал такую фразу, когда рабочий говорил «стоять насмерть». И вот он вам впрямую говорит, что «стоять насмерть», мы же слышали, «стоять насмерть на фронте», когда воевали, не отходить, допустим, от Сталинграда, от Москвы, от Ленинграда. А тут вот именно вот эту фразу увидел, в этом рассказе была фраза «не стоять насмерть у станков». И люди действительно у станков умирали. Умирали, не отходили, делали. И Уральский дворостанковый корпус сделан буквально был от пуговицы до танка. На все сбережения, вот народные сбережения. И не зря вот наш губернатор Северновской области в 2012 году, 11 марта сделал праздник, народным праздником о создании 10-го гербердейского танкового корпуса. Мне кажется, тут ничего нельзя забывать. Именно вот это вот и на фронте, на войне танкисты показали себя, добровольцы. Ни с плохой стороны, никто не отступал. Они сгорали в танках и спасали танк даже своей жизнью. И продолжали борьбу. Мне кажется, нельзя ничего вычеркивать из этой жизни. Ничего. Так же, как и своей. Память, она должна храниться всегда и вечно. Вот я так думаю. Как вы стали руководителем общественной организации, правоприемников, уральского добровольческого танкового корпуса? Я понял. Исполнялось 65 лет уральскому танку. 60 лет, вернее. Нет, 65. Обманываю. 65 лет уральскому танковому корпусу. Но меня вызвали в городской совет ветеранов. Тогда еще был Жуков председателем совета ветеранов. Очень хороший человек. Сейчас он уже отошел в отставку. И мне предложили эту работу. Ну, я, конечно, буркался. Почему? Ну, как почему? Потому что это, во-первых, ответственно. Это, во-первых, такая работа, что я сознавал, что это работа с детьми как-то не только. Но при поддержке городского совета ветеранов я как раз согласился. Потом меня вызвали в Свердловск. Там еще говорили. И вот при поддержке городского совета ветеранов и других организаций, районных советов ветеранов, я начал работать. И мне стали помогать. И до сих пор они мне помогают. Чему я очень благодарен. Ваше главное направление деятельности – это работа с молодежью. Вот расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какая она сегодняшняя молодежь? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я могу только начать с самого себя. Какой я был в этом возрасте? Поэтому я считаю, что молодежь у нас нормальная, хорошая и замечательная. Стремится познать технику, науку, учебу. Но о плохих… Что я могу о плохих сказать? Я опять же сам себя вспоминаю. Я тоже был непаяненько. Так что нормальная у нас молодежь, хорошая. Какие основные идеи вы пропагандируете на своих уроках? Мы больше всего говорим о патриотизме. О патриотизме, потому что слово патриотизм, он связан со мной как бы и героизм. Они вот идут рядом. Ну, к примеру, мы говорим, почему вот дети, школьники, бросаются в огонь, спасают. Совсем незнакомых людей в воду бросаются, спасают тоже детей и старшего возраста. То есть это героизм. А где героизм, там и патриотизм. Потому что патриотизм, он же связан с тем, что в первую очередь надо любить культуру своего народа. Это любить историю своего народа. А главное, любить свою семью, историю своей семьи. Как часто вы проводите мероприятия для детей, для молодых людей? И в каком они проходят формате? Это может быть какие-то экскурсии, лекции, уроки или живые диалоги, общения? Ну, встречи у нас проходят нечасто. Я считаю, что лучше качественно провести одну-две песеды. Но в год мы проводим, вот у нас бывает в месяц одна встреча. Бывает и в два месяца одна встреча. Но она должна пройти качественно, добросовестно. И чтобы дети понимали, о чем идет речь. И достигли вот того вот внимания, о котором мы разговариваем. А в каком формате? Вот, например, в 72-й дробь 42 школе. Мы в декабре, нас пригласили на искурчу в эту школу. Мы познакомились со школой, познакомились с музеями. Там у них музей очень хороший, уголок есть. Вот, патриотический. Ну, и мы договорились встретиться с ними в январе. И в январе мы с ними встретились уже не просто, а вот в дружеской беседе. Задавали вопросы они нам, мы им. Мы отвечали, и они нам отвечали. Вот, и поэтому... И я, между прочим, удивился при этой беседе, что девчонки-девчонки задали такой вопрос, как можно поступить в военное училище. Понимаете? Потому что мы доводим еще не только, что танковая дивизия, она мужская, но она также и женская. Потому что сейчас женщины тоже стремятся попасть в танковую дивизию. Так что вот такие вот. У меня даже было удивление. А как вы относитесь к тому, что вот женщины хотят служить в танковых войсках? Очень прекрасно. Очень прекрасно, потому что в танковых войсках не только ведь танки. Там есть и связь, там есть и ракетные войска. Так что и медицина, и все. Так что тут можно говорить об этом очень много. И я даже это приветствую. А вот расскажите, пожалуйста, современный уральский добровольческий корпус, современная дивизия, как она сейчас называется. Вы как общаетесь с сегодняшними новобранцевыми? Ну, что на эту тему сказать? Сейчас дивизию, 10-я дивизия вышла самая последняя из Германии. В 94-м году, простояв там 49 лет. И она сейчас дистанцируется в городе Богучары, в Воронежской области. И она сейчас там и находится. В прошлом году летом был пробег Сверловск-Богучары, через Челябинск, Пермский край. И там присоединялись люди и доехали до Богучар. То есть вот это вот все было сделано. С новобранцами встречаемся иногда, как получится в ситуации. А танкисты, это и сегодня звучит городом? Танкисты, танкисты. Танкисты, это и есть танкист. Танки, в принципе, всегда были и будут основным сухопутным войск в мире. Не только у нас в России, но во всем мире. Потому что танк, он... Ну, пехоте нельзя без танка. Как это, пехота без танка? И вообще это неинтересно. А танк, он был и будет. И танкист, это действительно звучит гордо. А вот как вы считаете, защитник Родины, это вот в современном мире, это обязательно человек, который служил в армии? Или служит в армии? Нет, не обязательно. Поэтому я вот вернусь назад. Я же не зря, когда о патриотизме, о георизме говорил, что ребята спасают кого-то в огне или из воды. Это уже войн. Так что служить в армии, это достойно. Это как бы... Ну, каждый пацан... А сейчас и девчонки стараются пойти на это. Мне кажется, это обязательно должно быть. Только у меня... Не нравится мне то, что до года службы сделали. Я бы... Почему? Ну, потому что за год службы солдат ничем не научится. Он только войдет в эту стезю. А вот второй год, второй год, ну, даже полтора, пускай, полгода еще, допустим, или год, он уже действительно войдет вот в ту семью, в ту вот колею, где он будет действительно солдатом. В Екатеринбурге в июле планируют открыть центр исторического наследия Уральского добровольческого танкового корпуса. Вот тагильчане как-то в этом участвуют? Будут участвовать? Они участвуют, но в данный момент вот мы туда ездим, на совет ветеранов, там обсуждается этот вопрос, но по открытию даты я сказать ничего не могу, потому что у нас будет 24-го числа совет ветеранов собираться в Екатеринбурге, и там еще будет затрагиваться этот вопрос. Поэтому я сейчас точно не могу сказать по этому вопросу. Но мы участвуем, конечно, мы обсуждаем и решаем там вопрос этот. И хотелось бы, чтобы вот было хорошее помещение, где можно будет и организовать и музей Уральского добровольческого танкового корпуса, потому что многие антрибуты музея, который был в 10-й гвардейской танковом корпусе, он сейчас находится, сдан на хранение в музей, в Серловске, тоже в музее в Екатеринбурге, сдан на хранение, и вот эти вот экспонаты должны быть вот как раз вот в этом центре выставлены, чтобы могла молодежь туда ходить. Я думаю, что и из Тагила, мне кажется, будут экскурсии туда. Хотя бы одна-две экскурсии, я надеюсь, что должны быть в этот центр, потому что центр должен быть очень хорошим. А что бы вы пожелали современной молодежи? Современной молодежи? Учиться. В первую очередь, как говорил Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться. Это я познал на себе, потому что я тоже хотел поступить в училище или в техникум. Но я ушел работать в 16 лет. Вот потом в армию ушел. Но дело не в этом. Дело в том, что знания, они даже нужны не только быть инженером или каким-то конструктором. Знания нужны рабочему. Для того, чтобы он мог свое рабочее место, допустим, организовать, сделать какое-то открытие для своего рабочего места, какое-то распредложение отработать. Поэтому один человек сказал, что если человек, даже закончив институт и работает дворником, он все равно что-то для себя придумает, чтобы облегчить свой труд. Самое главное – ценить. Ценить и уважать своих близких и своих родных. Хорошо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. С нами был Александр Иванович Смирнов, руководитель общественной организации правоприемников Уральского танкового добровольческого конкурса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова